Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ Новости Дагестана, в студии Карим Даниев. И вначале коротко о главном. Пернатые нелегалы или как на границе задержали ящики с голубями? Подробности истории через минуту. Студентам было интересно. Продолжается рабочий визит ученых арабских стран в Дагестане, которые прибыли в регион для участия в международном религиозном форуме. Пора платить по счетам. Газовики в Карабудахкенском районе начали применять крайнюю меру борьбы с неплательщиками. В Хасавюрте вновь соберутся ведущие борцы. 23 декабря в северной столице стартует очередной международный турнир. Об этом расскажем в спортивном блоге новостей. Россельхознадзор задержал на границе с Азербайджаном голубей иммигрантов. Специалисты ведомства обнаружили 20 пернатых нелегалов в коробках при осмотре багажника легкового автомобиля «Вольво», следовавшего из Азербайджана. Птиц перевозили без сопроводительных документов. Напомним, в целях предотвращения возможного заноса опасных инфекционных заболеваний на территории страны на российской границе соблюдаются ряд правил. С владельцем груза специалисты Россельхознадзора провели разъяснительную беседу, а также был составлен акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке. После птицы были возвращены домой в Азербайджан. Еще одно ДТП с печальными последствиями. В Каспийске в результате аварии погибла 63-летняя местная жительница. Столкновение произошло на одном из перекрестков города, где автомобиль Митсубиши Паджеро под управлением 36-летнего жителя Буйнакска не уступил дорогу автомобилю Киа Спектра. В результате пассажирка Киа скончалась на месте, и еще два человека доставлены в больницу. Махачкалинские троллейбусы не получат субсидирование из бюджета Дагестана. Некоторое время назад Каспичане заметили, что автобусы и троллейбусы в Махачкалу перестали ездить. Как оказалась проблема в нехватке денег, так как действующий тариф в 15 рублей убыточный и недостающую сумму Махачкалинскому троллейбусному управлению всегда возмещали из бюджета. Но на следующий год в местной казне на эти цели средства не заложены. В Министерстве финансов республики пояснили, что субсидирование пассажирских перевозок в Махачкале – задача муниципальных властей. И к другим темам. Ученые и представители арабских стран в эти дни находятся в Дагестане. Цель визита – участие в международном религиозном форуме. Почетные гости встретились со студентами ведущих вузов столицы, а итоги форума подвели в актовом зале Дома дружбы. О чем говорили и какие сделаны выводы, смотрите в следующем сюжете. Сохранение семейных ценностей, любовь к родине, вред наркомании и влияние интернета на молодые умы – об этом и многом другом, говорили арабские ученые со студентами практически всех высших учебных заведений столицы. Я считаю, что в подобных встречах очень много польз. Мы находим точки соприкосновения, что дает возможность совместно созидать и творить добрые дела. Также отмечу, что в Дагестане есть все возможности учиться, приобретать профессии и более того. Дагестан может стать сильной составной частью России и распространять свои достижения на всей ее территории. Проповеди зарубежных экспертов переводили с арабского языка на русский. Молодые слушатели имели возможность задавать богословам интересующие их вопросы. Когда к нам приезжают такие богословы с именем, с известным именем приезжают в нашу республику, отвечают на вопросы, доводят до наших студентов, что есть хорошо, что есть плохо, это на самом деле очень большую лепту вносит наше духовное управление в развитие общества, нашей молодежи. Я сегодня узнал очень много для себя. Я очень рад, что организовали такую встречу. Я тоже очень рад, что он нас посетил и такие слова полезны для каждого человека. Итоги международного религиозного форума подвели в Доме дружбы. В мероприятии приняли участие десятки арабских ученых, представители местной власти и религиозные деятели Дагестана. Участники встречи говорили о необходимости общими усилиями сохранить те ценности, которые развивают и улучшают общество. То, что я увидел своими глазами в Дагестане, это свобода вероисповедания и степень религиозности общества. Это говорит о свободе, которой они пользуются в своей республике. Единственная задача дагестанцев, мусульман, проживающих в России, это думать о том, как обезопасить своих последователей, свою общину от негативного влияния, в том числе социальных сетей и современных средств массовой информации. Дагестан интересен. Дагестан интересен для реализации масштабных международных проектов. Дагестан интересен с учетом того, что 95% мусульман проживает. Дагестан интересен тем, что одна и самая крепкая мусульманская умма. Интересен тем, как организована работа муфтиатом республики Дагестан, лично Ахмад Аджи, муфтием нашей республики. И они сегодня здесь, в Дагестане, на площадке Дома дружбы, говорят об этих вызовах, об отношении религии, ислам к семье и к семейным ценностям, к фашизму и национализму. Это очень дорогоросто. Перед возвращением на родину зарубежные гости выступят с пятничной проповедью в мечетях республики. Для них также подготовлена экскурсионная программа. Организатором форума выступил муфтиат и Министерство по национальной политике и делам религии Дагестана. Хамзанур Магомедов, Халий Дахмаев, Шамиль Хариасулаев, телеканал ННТ, Махачкала. Продолжаем выпуск. Газовики начали отключать злостных неплательщиков. Так, в Карабудахкенском районе должникам только за этот год было направлено уведомление на общую сумму более 200 миллионов рублей. Когда предупреждения о необходимости погасить долги не дают результата, остается крайняя мера – отключение. Подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Возмущение людей в подобных случаях – явление частое. Причина большого долга иногда банально, уверяют специалисты. Некоторые абоненты не имеют приборов учета и сумма начисляется согласно отапливаемой площади. Но проблема решаема. Необходимо просто установить счетчик и обратиться с заявлением о перерасчете задолженности. Я в одной комнате живу. Заходите в мой дом, посмотрите. А у меня большой дом за квадратуру удерживает. Поэтому, наобещайте, наобещайте, наобещайте. Там же нету, повторений наверху даже нет. Не нужно ждать, пока к ним приедет машина на отключение. Придитесь, разберитесь со своими долгами. В большинстве случаев люди от непонимания, у которых нет счетчика, идет начисление по квадратуре. Согласно этому задолженности долги растут. Придите, напишите заявление, установите счетчик. Согласно показаниям счетчика будете оплачивать. Таких долгов у вас, соответственно, не будет. А вот такие жесткие меры применяют только к тем, кто за несколько лет не оплатил ни рубля за голубое топливо. А таких в районе более 7 тысяч абонентов. Те, чьи долги, переваливая за сотни тысяч рублей, достигают полумиллиона, как правило, прячутся за закрытыми дверями от контролеров. Газовики таких отрезают от трубы, но спустя время многие самовольно подключаются снова, нарушая при этом все нормы безопасности. Однако сотрудники компаний напоминают, что это чревато большими штрафами. И долг от этого только растет. Мы направляем им уведомления порядка 500 и выше уведомлений в месяц. Заранее даем уведомления за 20 дней, чтобы они пришли, оплатили, разобрались с долгом, сделали реструктуризацию. Мы даем такую возможность сделать реструктуризацию. Абонент обязуется оплатить в течение 3-5 года. У людей в основном накопляется, в связи с тем, что от непонимания они не дают показания приборов учета газа. Соответственно, у них начисляется плановое нормативное начисление. У нас в нашем термине оно ПНН называется. Если абонент будет ежемесячно давать показания, то тот нормативный долг, если у них есть прибор учета газа, то он в таком количестве растений не будет. За полгода в моем бутности начальника ТО Карлодатинского района охват абонентов, имеющих приборов учета газа, составил 66%. И снятых вот этих ПНН, которые планово нормативное начисление, ПНН снятые, около 38 миллионов кубов. Денежные упалинки это около 230 миллионов снятого абонента, которые люди от непонимания, от незнания не приносили показания приборов учета газа. Соответственно, у них были большие заложенности. В ходе рейда встречались и законопослушные абоненты. Они беспрепятственно допускали контролеров к приборам учета для сверки показаний. В первую очередь инвентаризация. Это снятие контрольных показаний потребителей, используящее газ природу, ну, в быту. Для чего делать инвентаризация? Для того, чтобы сверить данные, базы данных. На тот случай, допустим, разные бывают ситуации в жизни людей. Они могут передать показания вовремя. Они могут сами пойти посетить этот участок. А в данном случае, когда приходит контролер, работник газовой службы, снимает контрольные показания, этому мы должны быть рады. Почему? Потому что за них пришли наши ребята, и эту работу за них делают. В данном случае мы пришли к потребителю, да. Соответственно, у нашего работника была бумага, где прописаны все ее платежи. Мы сверли на бумаге ее показания, то, что она передавала, и сняли контрольные показания приборов учета газа. Они соответствуют тем показаниям, которые она передавала ранее в этот участок. То есть, у нее нет долгов, она может встретить Новый год без долгов. То есть, у нее все сверилось. Сотрудники компании отметили, что регулярно работают над тем, чтобы платежная дисциплина улучшалась. И напомнили абонентам, что без очередей комиссии оплачивать за потребленный газ можно через личный кабинет компании «Газпром Межрегионгаз Махачкала» или приложение «Мойгаз». При оплате в банках и других платежных организациях может взиматься комиссия, размер которой этими организациями устанавливается самостоятельно. Ларьяна Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Крахбудакенский район. И к новостям спорта. Дагестанка Камила Ханбалаева помогла национальной сборной выиграть российско-китайские зимние игры. Наши конькобежки стали чемпионками в командном спринте. В состав вошли Лилит Горебян, Анастасия Семенова и уроженка Сулейманстальского района Камила Ханбалаева. Дагестанская спортсменка родилась и проживала до 2008 года в Махачкале, после чего переехала в Москву, где занимается конькобежным спортом. Лидеры сборной Дагестана по вольной борьбе выступят на международном турнире в Хасавюрте. Ежегодные соревнования памяти прославленных борцов 19-20 столетия стартуют 23 декабря и будут идти в течение трех дней. На ковер во дворце спорта имени Гамида Гамидова выйдут 200 спортсменов из разных регионов России, а также семи зарубежных стран. Среди участников победитель Олимпиады в Токио Завур Угуев, чемпионы мира Абазгаджи Магомедов и Загир Шахиев, а также медалисты крупных международных турниров Курбан Шираев, Даурен Куруглиев, Магомед Курбанов и другие. Победитель каждой из десяти весовых категорий получит по 100 тысяч рублей. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире.